Добрый день. Добрый. Это город Курск вас беспокоит. Семен, Семен меня зовут. Вот мы как-то потихоньку знакомы с вами не раз давно уже. Лет восемь назад в Майл.ру я обратился к вам. Игнат. Синонимом. Вам не понравилось тогда. Потому что у меня по жизни там так и встречался человек с таким именем. И как-то его звали Игнат. Я вас назвал. Вот и пошло оно за имя. Вот это почему я хотел. Вам отправил я в контактах. В контактах я отправил вам синонимы имен. Игнатий. Я занят немножко. Ладно. Артемий. Поговорю. Это мой Артемий. Внучок. Хорошие имена какие. Ну да. Артемий. Жена у меня Евдокия. У меня сестра Евдокия. Вот. И я Семен. Так. Вот этот вопрос Семен как-то меня все время не дает покоя. Потому что Писание, ну будем говорить, я вот люблю говорить, это воля Божия. Так же Писание это воля Божия? Конечно. Ведь так. Потому что мало кто знает. Даже священники не знают, что такое воля Божия. Это Писание. И там много сказано. Во имя мое. Во имя мое. И... Так, минуточку. Разрешите. У нас все записывается, выставляется в интернете. А пусть я знаю. Я знаю. Вы не против? Я не против, если это представляет ценность какую-то. Это ценность. Все, что говорите, уже ценно. Ну ладно. Я для себя хотел. Вы человек почтенный, вы человек знающий. Лучше меня. Это Божий закон, Божие Писание и Божия воля. Да. У вас опыт огромный. И знания. Поэтому вот почему я к вам и обращаюсь. Вот я бы не хотел это превращать в какое-то такое многословие. А вот начну так вот вам освещать. Потому что никто не любит из людей, когда к ним обращаются как-то другим именем. Вот если я бы вас... Вот я вас назвал... Почему я начал этот разговор именно вот так? Игнат вас назвал. Это синонимы. Я вам отправил ВКонтакте. Синонимы имени Игнатия, значение этого имени. Оно очень обширное. Вы читали, наверное, да? Обширное. Там много синонимов. Я, насколько помню, там штук восемь синонимов этого имени. И никто из людей не любит, когда обижаются, если их назвать чуть-чуть не так даже. Так почему у нас получается, что мы к Богу можем обращаться либо без имени, либо с искажённым именем? Получается, я зашёл в одну из церквей православных, это для меня был маленький шок такой, который... Когда я услышал... Я из Сибири, долгое время был в Сибири, а потом приехал сюда, в Курск. И зашёл в одну из церквей, и что я услышал? Там хор читал, пел, потом читал Евангелие. И женщина, читающая Евангелие, произносила «Исуся». «Исуся, Исуся, 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 Исуся». Мне это прямо так резало ухо. Я думаю, ну как так? Что за Исуся? Вот почему-то так получается, ведь это «Исуа». «Исуа» или «Исуа» на самом деле звучит. На английском «Джесус». На других языках как-то, наверное, по-другому. Не вдавался в подробности, но так. И получается, что мы не знаем имён Божьих. Мы вот не знаем имён Божьих и называем… Ну тут всё равно, что я назову Петя, Колю Петей, Вайсю Юрой. Ну вот как тут быть? И это не даёт покоя, потому что Иисус говорил об Отце, имени Отца вообще несколько штук в Евангелии. «Иегова» говорят, да? Но на самом деле это слово, это имя Яхы. Почему-то «Иегова». Ну, вот я думаю, что я думаю. Мы обращаемся либо не туда, либо не к тому, либо не так в молитвах и в своей жизни, и вот в делах. Вот как-то вот, мне так кажется. Потому вот этот вопрос давнешний у меня, и я думаю, не я один. И хотел, чтобы вы рассудили меня. Ну не меня даже, а вот этот вопрос. Вот как так получается? Ну, во-первых, мы приняли не прямо с оригинала, а с перекладными. То есть многое, что мы имеем от греков. А у них в Алфаэте буквы «Ш» вообще нет. Со мной в квартире живёт грек молодой. Не грек, он там уехал, русский знает. Я говорю, переведи святая, по-гречески, святая Шушаника была отвернута мужем. Он сидит и не может написать. А как писать «Ш»? Её нет буквы. Вот почему у нас Иисус, а не Ешуа? Я знаю, знаю. Это я знаю. Если бы мы получили то, что получили с Незем Владимиром прямо с оригинала от евреев, то разговор был бы другой. Но эту поправку мы должны отнести и к национальности, и к тому, что для нас, то, что сегодня казалось бы важным, для других национальностей, вот вы назвали по-английски «Jesus Christ», то тогда для них вообще-то нет ни одного слова, это ни Иисуса, ничего нет. А для Бога ведь это никакой роли не играет. Мы же знаем, к кому Он. Сказали «Он» с большой буквы. Вот я вот, знаете, вы говорите, если там вот так мы приняли, так это, но Духа Святого это мало интересует, что мы там приняли. Вот так вот. Его же не интересуют эти вещи. Что мы там приняли, как мы там, что там… Его интересуют прямые простые вещи. И вы говорите, для Бога это не, как вы сейчас вот сказали, не имеет значения. Ну, а докажите на основании Евангелия. На основании Евангелия ко всем народам. Мы знаем, когда это расползлось. В 1656 году от сотворения Адама был потоп всемирный. От потопа проходит еще 721 год, ну, прибавить. И это время появления языков. Считается, тогда именно сохранился, приближенный к тем временам, именно от начального, от Адама, еврейский язык. Ну, такое мнение. Оно ничем, конечно, не доказывается, но склонность к этому есть. Раз Бог избранный, значит, в чем-то еще. Вот язык, он считается там арамейский, там, или идиш. Это вопрос не столь важный. Но дело в том, что разбредшиеся народы, это 2896 наций. Это не два. И все заговорили «тянь, минь, сюнь», то попробуй догадайся, о чем он говорит. Я говорю, а Бог имеет к ним какие-то претензии? Конечно, нет. Никак. Вот у нас, допустим, он приехал, он близкий человек стал. Он татарин. Его сейчас зовут Роман. Я говорю, а как у тебя написано? Он говорит, как написано. Я только тогда догадался, что и речь идет о Рамзесе. Рамзес. А у него какой-то рамен, а тут на рамен легко переделывался. В оригинале Игнатиос. Что оно означает? Неизвестный. Неведомый. По-гречески. Но это редкое имя, которое одновременно переводится из латинского «огненный». Огненный. Это вот прямо с оригинала идет. Ну и как я скажу, что имя, когда дают точно по графику, когда родился, как у нас так давали. Я родился 10 июня. Меня и назвали. А по календарю, церковная святка называется, там Игнатий и Евтихий. А родители не спрашивали, кто крестил. А они бы сказали, мы хотим Евтихием. Иннокентий еще, кажется, был. Мне даже вообще вопрос этот не ставился. И поэтому такой был бы широкий реестр имен. Я бы все попутно сказать. У меня старший брат Самуил. Ну где сейчас Самуил? Ну Самуил Яковлевич Маршак. Мы знаем, были люди известны. Следующий за мной идет, брат, священник, Иоаким. А что за имя? Ну, Богородица была бы Мария Иоакимовна. Отец у нее Иоаким. Но сейчас и нету этого ничего, нет. У меня Тихон. А у него братовья Амос и Наум. Игнатий Тихонович, давайте вот не о земном. Давайте все-таки о небесном. Я как раз к этому подвожу. Что раз такой разброс имен и назван был в свое время, когда я родился в этот день, и от меня зависело, то в нем уже и мистический смысл закладывается. А теперь о имени Господа. Господь имеет ли претензии к китайцам или к японцам? Что они его будут называть? У них же Евангелие переведено. Я стал спрашивать. Вообще никогда не догадаешься, что это об имени Иисуса речь идет. Поэтому это Бог. А кто сказал, что у Бога нет претензий? Кто знает? Ну, кто знает. Потому что языки по его повелению появились. И на их языке... А он сказал, обращайтесь к имени моему. Ну, вот к ним так и дошло. Вот к нам пришло Иисус. И кому бы вы ни говорили, никто и не поймет, о чем говорим. Поэтому к тем нациям... Я к чему подвожу к тому, не идолослужение ли это, когда мы призываем каких-то богов на каких-то именах. Ни родных, ни своих. Потому я и подвел к тому, что я вас назвал Игнат, Игнат, и вы обиделись. Ну, не обиделись, но... Нет, я обиделся. Я сказал, по паспорту я. Вы меня... Да, вы меня прервали. Ну, это все люди так. Это все присущи людям. Если меня назовут как-то искаженно, мне тоже неприятно. Каждый человек хочет, чтобы его назвали своим именем. Я думаю, Господь тоже так. Но смотрите, я приехал в Италию, меня называют по-другому. У нас имя, говорит, так. Я приехал еще к одним, они меня Ингу называют. Я откликаюсь, понимаю так, что у них так мое имя произносится. Никаких претензий нет. А тут русские люди, меня все называют по-другому. Я подправляю, говорю по паспорту. Ну, ладно. Вот мне от вас хотелось бы услышать доказательства через Евангелие. Все-таки нет доказательств. Нет доказательств никаких. Просто так. Тогда из опыта вашего, скажите, вот ощущения ваши или ваш опыт доказывающий, как бы вы доказали через собственный опыт? Вот я сейчас говорю, что если Господь Бог допустил потоп, ну а как доказать? Написано в Библии. А какой язык остался тогда, когда через 721 год столпотворение было? Доказательств нету. Но общепринято считать, что остался один неповрежденный язык иудейский. Зачем мне против этого идти? Есть вещи, которые разночтения. Тут мы можем еще оговорить данные. Но если все одинаково понимают, то мне смысл какой в этом? Искать что-то. Но тем нациям, какие другие язык получили от Бога, и они получают Евангелие теперь именно в этом звучании, какое у них есть. А это, ну, Джизос и Иисус, даже близко нету. Никогда. Ну а что, теперь выходит, англичан Бог не слышит, или к другому обращаются к Богу. Они скажут, да никогда нет. Мы верим в распятого Иисуса Христа. Ну, по-своему. Иоанн Креститель. Ну, у нас, допустим, Иоанн Креститель, Джон Баптист. Ну, и что теперь будем спорить? Не так. А это так написано у них, в Евангелии написано. Так переводчики сделали. Я думаю, с этим надо согласиться. Потому что Бог сотворил языки, 2896 наций, и у каждой по-своему произносится, и что ко всем Бог претензии, и они не знают, к кому обращаются. Все знают, к кому. Ко второму лицу троицы. То есть, по вашему опыту, достаточно сознанием знать, к кому ты обращаешься. Конечно. И не произносить. А ходят толки, что иудеи таят, это имя Господне, и оно хранится там у них, в храмах где-то, и оно произносится, они боятся даже произносить это имя. Оно произносится в определенных случаях, в определенных временах. Вот такое случая. Знаете, есть фильм такой, «12» называется, «12». Если будет случай, посмотрите. Поучительный, Никита Михалкова. Краткое содержание, там один щеченский мальчик, и его обвинили в убийстве, а теперь судят 12 этих заседателей. И там один из них еврей. И он там начинает говорить. А другой сразу ему тоже еврей, но уже как будто он не еврей. Это все еврейские штучки. Это в фильме говорит Никита Михалкова. Вот это все еврейские штучки. Я оттуда беру эту фразу. Это все, все это надумано. Евреи знают какое-то имя, скажут вместо Бог, вместо буквы О, черточку подставят. Это на нас рассчитано, чтобы нас где-то все вот так вот долбало. Никакой разницы нет. Я даже не буду называть. Неведомый. Неведомый. Ну вот, был Вольтер. Был один из самых ярых безбожников. Ну, это группа Дидро, Руссо. И он решил, что сын-то у меня верить не будет. И назначил ему няньку, глухонемую бабку. Она ни одного слова не может сказать ничего. И однажды он видит, рано утром сынишка побежал, там куст растет сиреней, или что-то. Что он там делает так рано утром? Он стоит на коленях, поднимает руки. Ты что делаешь? Он говорит. Благодарю Бога за это. А какого Бога? Не знаю. Ну, так хорошо. Такие облака, такое солнце. Он понял, это неистребимо. И когда в Аминополиме пролижской коммуны сказали, мы не дадим вам знать Бога. Один крестьянин говорит, мы надеемся, небо вы не будете закрывать? Нет. А мы его по звездам найдем. Тогда, наверное, уместно сказать, что это все Духом Святым делается. Да. Бог любит нас. И поэтому дал разные языки. А на разных языках и корова, и теленок, и человек, и Бог звучит все по-разному. Какие к нам претензии? Это Бог так сделал? Это Его воля была такая, чтобы нас исправить, чтобы не было соединения во зле. Поэтому разделил. А Господь соединил. Вавилон разделил, а в пятидесяти сообъединило. В одном человеке все языки. Ну, значит, так. Так, иногда все радостно, когда так. Что бы ни посмотрел, со мной стоит рядом хинди. Ну, я заболел, а он за мной ухаживает. Индиец. Хирург. У него все по-другому. Я любопытный человек. Начинаю вызнавать. Настолько удивительно. Бывают поэтищные наши же выражения, слова. Как-то вот меня есть у нас это имя, но только оно звучит вот так. Я не буду претензии иметь. А в паспорте как? И в паспорте покажут также по-своему. У меня паспорт есть иностранный. Вот так. А когда говоришь с северными народами, там вообще не догадаешься. Из двух слов составят. Вот мы были, допустим, в Латвии. Пришли я, Игнатий. Отец Тихон. Это не Тихонович не говорят. Тихон, Аделс. А то сходится с Библией. Давид сын Ииссея. Так они. Игнатий сын Тихона. Видите? Нам как бы необычно. Привыкнем. Ничего. Чем шире наш кругозор, тем мы уже будем любовь направлять точно ко Христу. Все это объединять в себе. Ну, значит, получается, что есть некое таинство. Есть некая сокрытая вещь, которая всегда с нами, всегда везде. И даже, наверное, есть помощь Бога, когда мы даже не подозреваем. Наверное, так где-то. Вот мы слышим. Ванька, иди домой. А вот одна женщина кричит. Магер шелал хашбас, иди домой. И тебе говорят, а сколько это слов-то у тебя? Она говорит, четыре. А почему? Не знаю. Вы знаете как? Что это? Грабеж поспешает, ускоряет добычу. И он именем своим все время свидетельствовал, что где-то будет грядет беда. Беда. Тут горит Украина. Тут Сирия. Магер шелал хашбас. А мы считаем, где это? Книга пророка Исаия. Бог повелел и в имени заключил тайну, которая... Ной. Что Ной? Ну, а что Ной? Никто не знал. А речь шла о потопе. А что такое Моисей? Вытащенный из воды. Вот она, мать говорит, Самуил. По нашему Самуилу, ну, обыкновенно. А это означает выпрошенный у Бога в переводе на русский язык. Выпрошенный. Михаил. У нас Михаил, русское имя. Какое русско-еврейское? Никто, как Бог. Два имени. Илия. Бог моя крепость. Везде заключено имя Божие. Но есть имена, в которых, ну, по-гречески, там другое заключено. Варвара, допустим, грубая, невоспитанная. Ну, а матери назвали. А у казахов так, это у киргизов. Вот сын первый умер. А почему? Шайтан взял. Ну, а как спастись? Да никак. Надо сделать так, чтобы Шайтан его не любил. А Шайтан не любит, когда плохо воняет. И он называл его собачий кал. И он с этим инем растет, и остался живой. Он говорит, о, как Шайтану не нравится. Ему так, как сейчас казачий, это сказать, собачий кал. И он не обижается, но зато спасенный. Вначале было слово. И слово было у Бога. И потом посредством слова творится все. Поэтому это не просто имя. Наверное, каждое слово, оно несет информацию. Наверное, да. Это говорит Григорий Ниске, брат Василия Великого, что слово имеет материальность. Оно не возвращается тщетным. Нам кажется, сказали просто случайно, а в этом заключено уже что-то было. А что откроется в дальнейшем? Бог приоткроет. Приоткроет немного завесу. Но казалось бы, ну, что такое Христос? Помазанник. А может ли Христом быть Горбачев? Сразу вопрос стал, как может быть? И он является Христом. А почему знаковая фигура? А откуда известно? Из пророка Иеремия прямо пишет, и скажи Киру, помазаннику моему. А он вообще Бога не знал, Израилева. А почему? Он открыл свободу вернуться, построить храм, то, что сделал Горбачев, вернул сосуды. Помазанник Божий. И спорить не приходится. Бог его назвал. Если бы не назвал, мы бы еще могли думать. Это мой помазанник. Я его избрал. И он совершит назначенное. Бог всегда избирает непредвиденного человека. Непотребного для мира. Вот так вот. Поэтому часто слышу обвинения в ваш адрес. Вас не помазали, вас не избрали. Они вас не избрали. Ну смешно же, правда. Вдруг появляется человек, который проповедует, и что, он на это не имеет права? По Евангелию ведь он имеет право. Каждый имеет право. Это так говорится в деяниях, это так говорится в первом послании Коринфяна. Тут дело вот какое, что люди не верят в Бога, а верят в систему. Ну да, они служат системе. В системе служат. И поэтому эта система, как фашизм, коммунизм, церковь называется, религиозная организация, и он не может выпасть из этой обоймы. Вот перед ним кто-то ниже, он будет его, как говорится, давить и палец показывать так. А вышестоящий, у него гомоксюксалист епископ, он все равно ему голосует так. А если тебя Бог избрал, ты будешь выше голов смотреть. Меня Бог на это поставил. Поэтому я писал и патриархам всем обличительные, в ООН, что они масоны делают. Мне другое повеление дано от Бога. Я знаю свое избрание. Они в это не верят. А как они могут верить, когда сами не верят? Я сегодня всю ночь слушал ваши там эти ответы на ваши обвинения. Так было где-то смешно, а где-то обидно. Но смотрите, почему вы так мягко относитесь и никогда не говорите, когда священники позволяют себе роскошь? Ведь их сан не позволяет жить в роскоши по их, как бы они говорят, избранию. Не положено им жить в роскоши, понимаете? Это лицо, это лицо паствы, это лицо народа. Им не положено жить в роскоши. И это есть соблазн, а в Евангелии сказано, если ты стал соблазном, то лучше бы тебе утопиться. Так? Так. Так. Почему вы никогда не говорите об этом? И ведь это есть соблазн. Соблазн, соблазн. Люди отворачиваются от таких священников, от таких церквей. Люди не верят, потому что они светские. Мне как вас можно называть? Вот так. Семен. Семен. Семен, да? Семен, да. Семен. Я вот хочу сказать вам, Семен, что я об этом говорил. У меня книга есть, выпущенная к истинному православию. Она стоит на нашем сайте, только разверни. И там я об этом, как раз большая тема, все, что об этом сказала Библия, святая. Я всегда работаю с четыре параметра. Второе, что сказали святые отцы, а это огромный багаж, 300 томов палеантов. Дальше, что сказали каноны, семь вселенских, девять поместных соборов. И жития святых, 1173 жития. Я на вопрос отвечаю, выбираю мгновенно из них. То есть абсолютно неопровержимо. Не должен, вы сказали правильно, но у меня там доказательства. Я материал на эту книгу 40 лет собирал. 40 лет непрерывно. И там сказано, какой он должен быть. Об этом говорит, что Ян Златоуст, шесть слов о священстве. Уже сказано, к этому не возвращаюсь, я никогда не спорю. Я сказал, вы не приняли, или кто-то другой. Я свободен. Если не говорил бы, был не свободен. Я показываю жизнью свою. И каждый день молюсь, чтобы, Господи, научи нас жить в бедности. Красиво и интересно. Без ропота. Имея пропитание, одежду будет доволен. Подобные вопросы люди постоянно задают. Там, в Епархиате. Есть такой канал Союз. Там Осипов выступает. И другие деятели. РПЦ. Им... Вот я неоднократно видел вот такой вопрос. Звонят люди и задают. Ну, почему так? Почему вот? Они подносят вот, вот понимаете, ну, то ли они питания не знают, то ли они лукавые настолько. Они говорят, ну и что? Это не имеет значения. Как это не имеет значения? Что значит, ну и что? Ну и что, если поп там ездит на Мерседесе или там БМВ? Ну и что, если он такой холеный весь? Ну и что, если они корочку накрывают в монастырях? Понимаете, такие столы, я знаю эти вещи, я видел эти вещи. Поражаются. Я в миру никогда, я себе никогда такой стол не накрываю. А это монахи, монахи, это монастырь, и они встречают высокопоставленного, как генерала. Я служил в армии, я знаю. Как генерала встречают его, и корочкой там, пять видов пирожков, там, всё такое, чтобы вдруг его, как бы, духа не обидеть. Ну, вот эта роскошь, она не, им не положено жить в роскоши по Писанию. Им нельзя, иначе они соблазном являются для мира. И люди отворачиваются такой церкви. Вот так. И об этом надо говорить. Отвечаю на это вам, Симеон. Я уже сказал, и сказал очень серьёзно, неопровержимо, все данные выложил. Больше к этому не возвращаюсь. Я указываю только на книгу и страницу, где материал. Выставлено в сайте. Но, если спрашивать, а вы будете ещё говорить? Если представиться, я скажу, но вокруг меня таких нету. Вот у меня брат, он священник. Он работает, у него около ста вещек, он сам пастух, пасёт. Жена агроном, копается день, говорится, и ночь в огороде. И у нас тарелка не ходит по храму. Десятина святая, и всё покрывает. И храмы, это отопить. А нас такого, тут старушек тут несколько, всего только, нас немного. Так вот теперь, к этому, если бы обратились, сейчас и сказали, ну вот видите, у патриарха наторговал через продажу водочных, табачных изделий, и у него там считают уже чуть ли не 4 миллиарда. Не знаю, считать не буду. Но, для меня не это главное. Всё это легко отнести к немощи человеческой. Но почему они скрыли Слово Божие? Тысячу лет в России его вообще не было. Вот сказали, то ли они не знают, только лукавят. И то, и другое, я вам скажу. Не знают. И лукавые. А Господь так и обличил их. Если тебя Бог просветил, и ты узнал, и идёшь ложным путём, и других туда ведёшь, участь твоё будет печальное. Я это говорю в открытую, когда приезжают к нам священники, а в интернете прям гудит, да как вы, мирянин, можете так с ними разговаривать, архиерей сидит, а вы учите. Архиерей сам мне в храме говорит, скажите проповедь, в храме. А в храме у нас нельзя говорить, мирянину. Поэтому меня рукоположили в щитца с единственной целью, что при епископах мог говорить проповедь. Видите как? И поэтому меня жгут с одной стороны и с другой, но я сделаю то, что мне здесь повелённо. Прежде чем говорить, я перед Богом буду предстоять не один день. Я знаю, где этот ответ. И когда говорят, я рассказываю, ну о ком я буду рассказывать, я снимаю эту биографию. Когда я был, как меня допрашивали. Начальник тюрьмы неоднократно вызывал, умер по-христиански. Следователь, я ещё не вернулся, он уже принял крещение. Понимаете? Заключённые, ночью я молюсь, утром встал, они говорят, серая ночь, вы, говорят, не оборачивайтесь. Семь человек стояли на коленях сзади. Но я проповедовал. Каждый день с восьми до десяти проповедь. Охранники открывают дверь, с двух этажей охранники стоят. Я разговаривал, кто сидел, либо птицы. Ни с кем этого не было. Почему? Моя миссия такая. Это Бог сделал. Бог. Я знаю. Видите, как я... Я когда говорю... Если нет свыше помазания, такой дороге не даётся. Это нельзя сделать. Вот едем... Это невозможно. Тебя забьют, забьют, затуркают, тебя закроют и уничтожат. Я рассказываю, едешь дорогой, когда особенно конвой идёт, свирепствует новосибирский конвой, там вообще без права ни постучается, ни прокурора по надзору. Ну, никуда вообще ещё. Не в власть, они что хотят, то и сделают. Но если есть помазание, каким-то чудным образом это делается. Господь им говорит, что я здесь рядом. А они, ну, разделённые, как эти, друг друга-то не видят. А он ходит через решётку, нас видит. А тут есть плацкарты, где... Там набито, если она рассчитана на 8 человек, там 28. Меня везут одного. Указание такое сделано. Женщины просят, я не отвечаю. Охранник походил, а почему вы не отвечаете? Я говорю, устав запрещает нарушать порядок. Это сразу вызвало его уважение. Но я вам разрешаю. Я говорю, теперь спросите, что надо? Женщины кричат, там молитвы надо. Я сразу из Евангелия и выпишу. Тут же он откинул мне сам кормушку, и я тут же при нём пишу, и он стоит рядом. Вам что-то надо? Я говорю, в туалет бы сходить. Он говорил, а женщины кричат, батюшка, мы не можем терпеть, а их не выводят. Без еды ещё, без питья можно, но это надо куда-то деть. Я иду обратно с ним и говорю, женщинам так трудно. Я говорю, постарайтесь вывезти их, вам Господь защитёт. И он начинает по одной их водить. И слышно, как одна кричит, ну закрой ты, подло, хоть дверь-то, ну на горшке же сижу. Что-то тебе караулить-то где-то. Я другому сказал, знаете, это отразится на детях ваших. Не надо это делать. И они все слушаются. Как вы могли так зазомбировать весь конвой? Вот слезе в тюрьму, матрасы какие попало, меня никто не знает. Я только иду. Мне сразу, который там баллондёр отойдёт в сторону. Самый последний, что он отвёл меня? Заходи, в коморке два лежат, матрасы не тронутые. Я специально берёг. Простыни, там дают, там в руки страшно взять. Мне дают почти на крахмалиное. Я первый раз в этом городе и буду всего три дня здесь. Теперь меня куда деть? Я говорю, где табака нет. Они меня не знают, не видят. Это Бог меня ведёт, как говорится, аура эта окружённость, если по их выражаться. Вот. Я говорю, мне табак очень не полезен. А куда же его деть? Рассуждает. А знаете, куда его? Да в ШИЗО его посадить. Там никого нету. Они у меня туда, где штрафники сидят, приходят. Ну и как? Я говорю, а тут трудно дышать, трудно. Она, ну-ка, неси швабра. раз, там вверху окошко пробило стекло. Ну как? Я говорю, здорово как. Это Бог делает. Да как это может быть? Вы их не видели? Понятия не имею. Но я всё время молюсь. И ангел Господень так поворачивает. А когда люди это не испытали, они этого не понимают. Они это не понимают. Я вот слушаю вас и для людей это типа сказочки, знаете. Ну. А когда приглядишься в жизни, вообще по жизни, вот каждому человеку, у вас же опыты жизненные огромные. Есть печать Божия на каждом. И вы не будете это отрицать. Вот есть какая-то печать Божия невидима на каждом человеке. И вот это и есть водительство, духа. И вот одному вот так дано, и вот два будут делать одно дело, одного накажут, а другого нет. Истина так. Вот так это происходит по жизни. Это везде так. И некоторых это возмущает. Почему? Он тоже это, ему ничего, а мне вот меня пинают, мне там вот такое говорят. Обижаются люди. А это вот какая-то Божия печать. Это какое-то Божие назначение. И на каждом человеке в миру даже так. Это даже без всяких, которые даже Бога не знают. И вот то, что вы рассказываете, оно... Я имею опыт, я знаю, что это так. Я знаю, что то, что вы делали, это невозможно человеку сделать просто. Его бы давно, черли, его бы давно не было. Этого человека, если бы от себя, вот так от себя вышел человек и начинает это чудить, этого человека бы не было, потому что это система. Кто пойдет против системы? Вы были в системе внутри, причем самой жесткой системы. И Бог вас вывел оттуда. Никто не может идти против системы. Даже попадет ты в медицинскую систему, там то же самое. Там то же самое. Там своя система, не будешь выполнять все. Везде так, везде так. И только таким способом люди не верят в это. Они думают сказочки такие. А посмотрите люди вокруг. Это то, что я говорил. Одним как бы везет, а другим нет. Как вот везет, говорят. Они говорят так, это везет. Одним положено это говорить, а другой то же самое скажет, и вот все. Дух Святый, Дух Святый, у Бога с печатью. На каждом человеке верующий он, не верующий, потому что все от одного источника. Все будут держать ответ по итогу. Ведь это так. Знает он Бога, пришел он к Богу, не пришел он к Богу, это не имеет значения. Ведь так? А держать ответ будут все до одного, без исключения. Это и говорит о том, что рука Божья на всех. Когда Иисус Христос с Пилатом разговаривал, заметьте, Пилат не был приверженцем иудейской веры или какой-то другой веры. Пилат был как бы человек нейтральный. И когда он говорит, что ты молчишь, не знаешь ли ты, что от меня зависит, казнят тебя или не казнят. Иисус открывает уста и говорит, а знаешь, что и волос с твоей головы не упадет без воли Божьей. Пилату говорит, неверующему, не знающему Бога, с твоей головы без воли Божьей не упадет волос. Вот так. Это говорит о том, что Бог всех контролирует, Бог всех видит, Бог всех знает и Бог всех ждет. Только так. Василия Великого был от братья, говорил Григорий Ницкий. Он тоже канонизированный. И у него сестра была, тоже канонизированная, святая, Макрина. И когда она умерла, он стал писать известное ему ее житие и биографию. А люди-то не верят. Он говорит, да, люди верят только в то, что сами могут сотворить. Ну да. Вот смотрите, я нахожусь в лагере. Специально отправили другой нации. Это город Жанатас, Казахстан, Джамбульской области. Чтобы я там никакого влияния не имел. А как раз там-то мое влияние больше всего и проявится. Тут они просчитались на мусульман. У меня дано было с мусульманами вести разговоры, по сегодняшний день сохранилось. И вот только прибыли туда, и сразу же отношение казахов мгновенно ко одним ко мне ко мне другому. Они меня первый раз видят, стараются все помогать. Это нельзя ничем объяснить. Просто за то, что много-много людей молились. И вот меня длежали 13 дней, когда был еще не в тюрьме, а на допросе здесь. КПЗ называется. 13 лет холодильники. И у меня повлияло все это на бронхи, они у меня как тряпки сделали. И пошло затемнение. Когда смотрели, узнали, врач, которая там, Татьяна Прокопина, говорит, а это туберкулезный диспансер, внутри зоны, еще за высоким железным забором, еще вторая зона. И они с ним договорились, я ничего не знаю, хожу на работу, пыльный цех, ничего не знаю, в ночную смену, хлеба не хватает, с дневного кусочка маленько отломлю в карман, а ночью под язык под лож, как валидол сосешь. Совершенно изнемогаю. И вдруг проходит высокого роста офицер, ни слова не говоря, хватает меня за руку, тащит, бегом беги за мной. Я говорю, не разговаривай. Бригадир увидел, кричит, стой, куда, никаких, я бегу за ним. И он бегом через эту там, где это, стена, а там лестница с этой стороны, тогда выходит, промзона, и там, где они спят, заключенные, а там вторая, которая железная. И меня туда захлопнула дверь, пришел, он говорит, ничего, не отдам его. Скорее меня осмотрели, и он должен быть здесь. Итак, у вас что сейчас? Я говорю, у нас пост. Так, через день Рождество будет. Хорошо. И он мне двойную порцию масла сливочного, молока. И вот теперь я выжил, вышел, и теперь я его ищу и нашел. И на днях я ему поставил книги, Владимир Васильевич, и он получил, и летом собирается приехать к нам сюда. Разве это не Божье дело? Вот видите, как получается, даже люди не верующие, даже люди не проповедующие, они под Духом Святым, они под Духом, но под наущение Духа делают такие вещи. Поэтому Бог часто говорит в Евангелии, что нашлю на вас Духа, или нашлю на вас народы. Каким образом? Духом. Дух Божий работает в миру. Когда обыск готовится где-то, а я на работе, он приходит, у меня из тумбочки берет Библию, а Библия была у меня большая, патриаршая издание, и проспоры, и к себе тащит в сейф и прячет в другом кабинете. Кто его побуждает к этому? Совершенно для меня он неизвестный человек. Ну, молодой, высокий там. Теперь я его встретил, когда почти 30 лет прошло, я его даже не узнал, но он стал называть факты, я говорю, назовите, кто был, какие события, ну, сошлось все у нас, чтобы не ошибиться. Это Бог. Когда в пути человеку угодны Богу, Исаия говорит, он и врагов его примиряет с ними. Да. Вот так. А что говорят там против меня, это награда. Блаженны вы, когда имя ваше понесут. Я сказал им такими словами. Я сказал теми, которые вам соответствуют. Прямо Господь. Я вот слушаю вас, ускользает одна важная вещь. Когда говорится в Евангелии идолослужители, мужеложники, лихаимцы, и еще одна из каста людей, которая попадает среди этих колдунов, которые Царство Божие не унаследуют. И еще одна каста, которую никто не вспоминает. Трусливые. Да. 21-го. Трусливые. Трусливые не унаследуют Царствие Божие. Истина так. И слушая вас, всегда себя ловлю, вспоминая именно это место, потому что трусливые, если бы вы были трусливым, этого бы не было. Малодушный, трусливый человек не унаследует Царствие Божие. Как-то ускользает это, а это очень важно, потому что трусость и малодушие сплошь и рядом, везде. А вот как вы говорите, он боится там кого-то там вышестоящего, да? Они же как в армии. Он боится вышестоящего. А трусливые не унаследуют Царствие Божие. Так и написано. Участь боязвил в озере Огненом. 21-27 откровения. И когда человеку говоришь, вот что вы сказали, а как я могу быть смелым? Да никак Богу доверить, а то Дух Святой делает таким. Я вот спрашивал, когда шел суд, со стороны, как я выглядел. Потому что у меня по санкции МГБ, Московское КГБ арестовали. Считали, несколько отделов работает. Я на первой стране издал архипелаг ГУЛАГ, наполнил страну, насчитал на пленке 11 катушек. Ой, вы так себя вели. А я говорю, я внутри весь сжатый был. У меня все трепетало. Статью мою легко перевести могли на 70-ю. Срок вдвое увеличивается. Но нигде это не проявилось. А то, что ты боялся, Златоуст говорит, никакой роли перед Богом не имеет. Главное, что ты выстоял. А внутри это свойство человеческой природы. Бог иногда оставляет, чтобы не на себя надеялся, чтобы слава ему была приписана. Я вот это прошел и могу рассуждать об этом и говорить людям, ты не суди его, что-то он не так. Ты еще не знаешь, что было с тобой. И я не знал бы, что со мной было. Потому что только привезли меня в тюрьму, и я в этот же день сел, у меня бумага, ручку начал писать. Краткое содержание спасения. Как уверовать во Христа. Ну и когда повели, там прогулочную, наверху тюрьмы, под решетку и сверху это решетка, а стены. И я везде, где мог, где щель находил и толкал там. Написал 16 листиков. Из них около 10 уже в первый день нашли к начальнику. А РОР это режимно-оперативный работник. РОР. Такой. Он вызвал меня. Твоя работа? Ну я один тут. Моя работа. Да ты знаешь, что мы сделать можем? Я молчу. Я нигде не поднимаю, где не надо. А вот у вас что тут написано? Слово Божие. Говорит, неизвергло Рим падет КПСС. В аккордах радуги Иудина колена Христос воскрес, воистину воскрес. Вам бы пристройка могли дать в то время. Мы тебя, говорим, сгноем здесь. Я говорю, в Библии написано, что и над всеми будет Христос. Да что, так и написано. Он посидел. Ну, наверное, так и будет. Давайте вернемся к нутру вашему. Смотрите, внутри немощь была. Да. Внутри у вас была немощь. А что Бог сказал? В немощи сила ваша. Потому что я с вами. Да я мог не говорить это. Не, я почему именно об этом хочу сказать. Чтобы люди поняли, что внутри происходит, когда человек немощь внутри, но делает против страха, делает Божие дело, Бог с ним. В немощи сила твоя, сказано. Вот смотрите, когда я был, запретили всем казахам ко мне подходить разговаривать. Запрещу. И строго смотрят. А надзиратели ходят черенок от лопаты. Ну, один подошел со мной, поговорил маленько. Я гляжу, его нету. Приходит полуживой. Я говорю, что вы хотите сыгнать и как бьют. Я говорю, за что? Да что сказали нам, чтобы к вам не подходили. Я имею право подходить, а они ко мне не имеют. Надо же. Знаете как? И вот письма приносят. Кому письмо? А мне письма не выдают. Прибегает посыльный из штаба. Так, идите там, он по политической работе. И Бог как сделал? Какой человек капитан? Он заводит у меня письма из ООН. Он пришли с Японии, с Америки. Мы дать вам не можем. Сидите, считайте здесь. Он со мной поступал, как будто это брат родной. И когда мне сообщили, моя подруга умерла здесь, ну, близкая моя, ей было 75 лет, она 10 дней не дожила до моего освобождения. А жена пришла и сказала, передайте ему. Вот на него же она вышла-то. И он говорит, вам что нужно? Я говорю, мне нужно одному побыть. Мне нужно выплакаться перед Богом. Он меня оставил и запер. Не русский человек, мусульманин. Он никогда меня не видел. Он у меня бороду в тюрьме, начальник тюрьмы сохранил. Привезли туда, там уже никак нельзя, никак, то есть их обидят где-то. Меня чеченец трясется, прям руки вот так, а меня Аллах не накажет. Я говорю, да ты подневольный. Пришел этот начальник поливодел. Эту историю я знаю. Вы плакали. Все расположены. Почему они расположены-то? А почему меня священники заедают? Потому что я внутри говорю им о том, как именно должно быть. Я им вопрос задаю простой. Скажите, вы знаете, что евреи были в царской России? Да, конечно. Ну, а знаете, что у них стояли здесь свои там эти моляные дома? А, ну да. Ну, а вы их трогали или нет? Да никогда. У царя свобода была. А у мусульман стояли, нет, в мечети стояли? Преследовали? Нет. Их много, мусульман, там, Татарстан. А у буддистов, да. Почему вы гнали только старобрядцев? Гнали, давили их, били, они бежали в Турцию, где, и люди, где молились в тайге, все время обложены были соломы. Если приходили войска, они сжигали себя. Почему вы гнали? Я понимаю, почему. Потому что они внутри, они показывали, вы не такие. Людей, они вас не трогали. У него своя синагога. Вот почему они на меня и нападают. Я внутри им говорю, вот это не так. Вот это вы не делаете. Что он богатый, я не смотрю. Почему они не учат народ? Человек, знающий свет Евангелия, он поймет все. Но откройте его путь к Евангелию. И пишет, один егумент приехал, Игнатий может часами в церковной ограде стоять и плакать. Почему народу Божию не дали доступ ко Христу? Я вот о чем говорю. А что богатый там блудит, я это один раз сказал, больше не говорю. Это немощь, а это противление богу. Они, я сказал о монашести, монахи закрыли путь к Евангелию. Самые силы высасывали, они за стенами уходили в песок, не давая потомству. Мне простить этого никогда не могут. Андрей Кураев об этом говорит. Если бы проповедовали, два миллиарда, это могли быть бы христиане. За шесть столетий ни одного миссионера не послали Кирилла и Мефодия. А я непрерывно об этом говорю. Я говорю только об этом. О не любви к Богу, а не любви к Христу. И поэтому все анафемы-то падают на нас. Считай, кому анафема? Кто не любит Господа Христа, Первое Коринфянам. Искажает слово Божие анафема, Галатам 1,8,9. Поэтому четыре анафемы, они все православные. Мне тоже этого не простят никогда. А я говорю для того, чтобы мы такими не были. Чтобы я каждый день молюсь об этом. Дай духовное рождение свыше патриархам, папам, епископам, священникам в пастве и водительство Духом Святым. Вот два вопроса. А остальные все в них по частям можно разложить. Если этого нет, все наши добрые дела, то они могут не помочь нам. Не делами спасаются человека, а верою. Получается так. Друг кончается тогда, когда он скажет правду о своем друге. Да. Когда он обличит его. Так и вся система всегда. Если система систему не обличает, они дружат. Вдруг кто-то появляется, который начинает обличать. Все. Кроме вас врага в России нет. Вы самый главный враг. Да, они так и говорят. Сейчас вот и были рождественские чтения в Москве. Они каждый год смотрят. Я слышал, я их и слушал ночью сегодня. Их я и слушал. Меня там еще какого-то одного. Они в конце сказали, давайте мы нашлем надзор. Да. А иначе Лапкина не возьмешь. Никак. И да, 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 сейчас мы подумаем, как это сделать. Вы понимаете, это заговор. Это Сергеянство. Сергей Строгородский это с властями. Это ваша радость и наша радость. Они понимают, что вас не возьмешь, потому что вы правы. И изощренно мне поразило вот это. Это же люди уровня. Это же они говорят, сейчас мы подумаем, как это сделать. Да. Чисто светские вещи. Ну, так как Даниила, когда думали арестовать, нам его не взять, если он не нарушит закон. Что нам сделать? И стали совещаться. Так со Христом то же самое было. То же самое. И теперь назначили комиссию особую в центре православия, Почаевская лавра против меня. И мне сразу же сообщили, такие это люди. И там профессор участвует. Два года прошло, нет ничего. Четыре епархии, патриархии занимались моими книгами. Это 38 книг. Уже 14 лет ни звука. А почему нет? Один говорит, а что, они самоубийцы, что ли? Роспотребнадзор это люди РПЦ, люди имеющие сам, они думают а мы светский Роспотребнадзор нашлем на него. Да. Мы сейчас подумаем, как это сделать. Ну это вообще. Они не знают, что я начальник, основатель детского лагеря трудового. Единственного в Советском Союзе был. Ему 44 года. И 15, 15 краевых комиссий было за два месяца. Краевых. И ничего не могли сделать. Мы детей выставили крыша пологая, не крутая. И плакаты написали, написано коммунисты, людоеды, руки прощ от лагеря Стана. И дети кричат не заходите. И снимали. Там липко, две жердочки могли зайти, никто не зашел. А я удалился отдельно и молился в келье. Молился. 15 комиссий краевых, пожарники, потом ФСБ приехало. Ничего не могли сделать. Ничего. мы ничего не делаем. Лагерь вынесли, решение закрыт. Газета пишет, наконец-то прихлопнули этого. Меня там обзывают в газете. Московский комсомол. Получается, КПСС была против вас, РПЦ против вас. Вам места нету на этой земле. Есть место, мне наоборот широко, меня везде любят. Не, ну так вот смешно же, правда. Казалось бы, КПСС как бы, ну, должна была вас гнобить. На РПЦ ты что гнобить-то? Что ей нечем заняться? Что нету масса безверных людей, масса безбожных людей? Вам что, заняться неким? Нечем. Это все вопрошают, именно так. Да главное, злоба не имеет границ. Вот здесь новый митрополит у нас, и у нас хорошие отношения установились. Он приезжает к нам, служит. Мы ничего против не имеем. Когда он приезжает, поминает и патриарха на богослужении. Да они на него напали. Это вы его поддерживаете. И он мне тут созвонились, он говорит, такое впечатление, что они у вас убить хотят. Я говорю, так и есть. 40 киллером заклялись, не пятились. Так Христа же распяли, Петра распяли, всех распяли, кроме двух апостолов. Все пострадали. Они же, это же они делали все. Их, это, людскими руками, неважно, какие погоны они носят. это те же самые люди. Ну что, моя планета такая. Ну да. Все равно, вы благословенный человек, это видно, это так. И, конечно, как апостол Павел сказал, что духовный все знает, а духовного никто не понимает, и никто не может судить. Поэтому недуховные, конечно, на это все смотрят со своей мирской точки зрения и не верят и не понимают, о чем речь. А сверху вниз духовные все знают и все понимают. Кто имеет Дух и Святого, тот понимает. Вот мы были в этой миссии, мы же, знаете, от Владивостока до Лиссабона прошли. Да, я знаю. Всю Скандинавию и в каждой библиотеке я везде дарил свои книги. И вот теперь нападают. Ааа, смотри, что за него молились. Мусульмане за него молились. Значит, его мусульмане питают против православия. Узнали, что там в Америке отзывы баптисты пишут. Игнатий говорит, в пух и прах разносят баптистов, а они его уважают. Так вы уходите из баптистов, там, я ни одного дня не был баптистом. Вы мусульманин, вы баптист, вы старообрядец. ЦРУ я, а ЦРУ. Давний сотрудник КГБ и много лет учился... Так что-то ваши братья это не приняло вас. Вот такая нота. И главное, что ЦРУ, я ЦРУшник давно, и КГБшник одновременно. И много лет учился, как правильно колдовать, зомбировать людей. Я недавно подумал об этом, даже не думая о вас, я думаю, что произошло с этими в советское время от этого слова вербовка-то откуда? В советское время попов красных так и называли, красный поп. Куда они делись сегодня, эти красные попы? Растворились в РПЦ? А была живая церковь называется, которая при патриархитехни. Куда они делись? Никуда. Они под старый обряд склонились мимикрия. Я понимаю, что среди этих людей наверняка кто-то истинно уверовал, кто-то истинно обратился бывает такое. Его поставили, сделали красным попом, а он такая часть людей должна, можно подразумевать, что часть людей пришло к этому через опыт, что нашло себя. Но часть людей же так и осталась, красных агентов. сказали, называется иеросхекисты. Ну вот, и вот они сейчас говорят, мы на него Роспотребнадзор нашлим. Даже не вообразишь. Да у меня разве такие были здесь комиссии-то? Мне легко брать, во-первых, за углом не шепчу. 4 тысячи 150 роликов только в видеоканале. Стоит в норме. 1580. Мне стыдно, что это духовные люди должны быть духовными людьми. И они занимаются это, причем через светские суды. Только так, всегда так. Через светские суды. А апостол Павел что там сказал в посланиях? Я не процитирую, но я помню, что он сказал. Должно ли вам обращаться к мирским за судом? Помните? Ну да, он говорит, что неужели нет у вас мудрого среди вас, чтобы разрешил? Да. Да. Еще апостол Павел об этом говорил. А вы, обращайтесь к неверным. Да. Да. И вот они так делают. То есть ничего не изменилось. Если вот такое выражение было святой Исидор Пелусиот. Как раз слово Исидор попутно скажу. Католики его назначили святым за интернетом. Он попищитель интернета. Исидор. Так вот этот Исидор и говорит, выражение такое, предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Ну да, так. Так. Ну молиться надо. Это знаете как, враги нам лучшие друзья. Они венок плетут на нас. Ну да. Радуйтесь, сказано. Радуйтесь, Игнатий Тихонович, что на вас ополчились. Я благодарю Бога, но я стараюсь остановить. Меня обвиняют в том, особенно лютуют миссионерские отделы. Я считаю главными врагами православия и страны. Они не знают ничего, людей развращают и уводят. Причастить. Еще нету заявку дают, там у нас 200 человек больных, завтра придем всех причащать. Телом Христовым играет, это самая страшная игра. И если начинаю об этом говорить, ну какие у них глаза, то фактически я у них кошелек из рук выбиваю. Я говорю, все надо делать бесплатно. Я могу вспоминать себя, когда-то давно, лет уже более 15-17 назад мне была нужда слышать Слово Божие. А в православии его закрывают. То есть получается так, если ты с Библией, то ты протестант. Если ты без Библии и не цитируешь Библию, то ты православный. Поэтому Игнатий Тихонович, пока вы будете цитировать Библию, вы будете протестантом. Перестаньте это делать. Перестаньте и вы станете своим. Вы станете православным. Знаете, как Андрей Кура где-то выступает в университете и задает вопрос, а вы знаете, кто самый выдающийся знаменитый миссионер наших дней? Никто не знает, он меня называет. И дальше говорит, в этом человеке говорит, баптизм как-то переплетается в какую-то взрывопастую смесь со старобряществом. То есть, если правильно креститься, мы показываем, как это старобрящество. То есть, порядок, у нас в церкви не ходит, полная тишина, это старобрящество. А Библия пиетет особый. Это баптизм. А люди-то не понимают как-то баптизм. Это мнение. Это мнение все. Знаете, когда-то я попал, первый раз я взял Божий закон, православный Божий закон. Вы знаете, эту книгу, она такая толстая. Как молиться, как креститься, как там, что называется в церкви, как заходить, как там все делать. И они назвали это Божий закон. Я когда первую страницу открыл, она была исчерпнута у меня вся. Тогда, это было более 15 лет назад, это было 17 и больше даже уже. Мне было 20 с чем-то лет тогда. Я зачеркал все вот эти, почерпнул все эти места, где начинается это все. Сейчас, почему я об этом говорю сейчас, я еще не спросил вас, сейчас спрошу вас. Начинается с мнений священника. Там так и пишут, по мнению священника такого-то, ни одной ссылки на Евангелие там нет. В этом Божьем законе ни одной ссылки на Евангелие нет. Почему я об этом заговорил? Потому что Божий закон, закон, о котором говорил Христос, который является волей Бога, он с сатаной разговаривал. Сам Христос, когда искушал сатана, он не говорил своими словами, я вот такой Христос, я тут самодур такой, я сейчас буду сатаной говорить своими словами. Он говорил сатаною словами из закона Божьего, из воли Божьей. Он говорил волей Божьей с сатаной. И что берет РПЦ? РПЦ отменяет закон Божий, Евангелие уже не закон Божий и издает закон Божий отдельно, книжечку, как вести себя в церкви и называет законом Божиим. Тем самым это было совершено, я потом, я даже недавно это прозрел. Как так это? Это получается, они умышленно убрали статус Евангелия как закона Божьего, как волю Бога убрали тихаря и сделали и издали свою книжечку и назвали закон Божий, в котором ни одной ссылки на Евангелие. Почему это преступление было совершено? Я думаю, не зря это совершено в каком-то еще при царе Горохе веке. Издана была отдельная книга и названа законом Божьим. А закон Божий это Евангелие. Это пятикнижие. Пятикнижие и Евангелие. Закон Божий. На котором Христос говорил и сказал всем апостол Павел исследуйте Божье Писание не будьте умом как дети сказал апостол Павел. Все знают будьте как дети будьте как дети какая. Он сказал изучайте Писание не будьте умом как дети дабы не обольстил вас сатана. потому что это воля Божия волю Божию ты должен знать не знаешь воли Божией ты самодур да поп самодур мирянин самодур монах самодур не знающий воли Божией ты руководствуешься чем когда спрашивали недавно попался ролик спросили одного из РПЦ такой весь дядя с бородой был давно уже там я не помню его фамилию мне жалко было смотреть его спросили вопрос в чем смысл жизни и он ну понимаете и начал видеть иногда бывает видно извилины как бегают не может не знает и начинает я думаю смысл жизни самой жизни я ему пишу пишу туда под низ под этот ролик говорю почитайте почитайте смысл жизни в любви 13 глава Коринфина первое послание Коринфина 13 глава если у тебя есть все а любви ты не имеешь ты ничто если ты можешь горами двигать ты можешь иметь все все богатства мира любви ты не имеешь ты ничто смысл жизни в любви читайте пора знать об этом вам священникам в чем смысл жизни и Христос учит любите любите друг друга любите друг друга центрально я считаю центральное место в писании это именно первое послание Коринфина глава 13 с этого надо читать потому что без этого ничего нет и там сказано прямо однозначно ты можешь иметь все богатства говорить ангельскими языками иметь дар пророчества ты можешь иметь все любви и нет ты ничто а теперь все и три вера надежда и любовь на любой из них больше и мы сейчас видим как свастусло стекло но придет времена мы увидим как есть аминь вот так сейчас послушали сказали это протестант это протестант потому что я ссылаюсь на евангелие а где все ссылается на святоотечеству непонятные тех православные получается умышленно волю бога закон божий убрали и издали свою книжку вот так я считаю это преступление и оно не сегодняшнее это давнее потому красные резали 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 поповство а раз возродилось буквально за года за считанные года то же самое что было при царе то же самое день к одному почему дух как вы говорите да дух дух остался и он возродился и концовка будет та же самая наверное наверное не зря господь попустил такое страдание я имею ввиду священство пострадали невинные как бы люди божьи люди пострадали как безжалостно вырезали священство не зря же так бог сказал истреблю вас истреблю вас так сказал евангелие вот так где-то наверное истина должна звучать и наверное это время пришло чтобы люди слышали то есть я не знаю куда РПЦ денется и денется ли она вообще я думаю никуда она не денется трансформироваться она тоже не способна я не знаю что это может быть произойти она не трансформируется потому что не способна эта сущность трансформироваться в нечто более благое она так будет эта система эта система ее никуда не денешь я не знаю может быть Игнатий Лапкин возглавит новое движение в России я не знаю новую церковь не знаю я думаю не знаю я не знаю выхода вот в том что есть Осипов Алексей Ильич говорит если антихриста примут то это будут первые русские православные а его уже все сделано для этого уже все сделано для этого готова платформа его примут в школах уже все они начали с детей они поняли что взрослых ничего не получится они начали с детей вкладываются большие деньги поставили терминалы где смотрите внимательно теперь мы экономим время ребенок прикладывают ладонь и оплачивают свой обед в школе через компьютер специальные поставленные терминалы где ребенок вот так прикладывают руку с кошелька папиного считывают деньги я говорю о благо то с папиного кошелька через ладонь ребенка считать деньги какое достижение они начали с детей для них это уже будет норма прикладывать руку а потом чип туда поставят и будут чип прикладывать а потом люди не понимают что чип это не просто чип и не просто кошелек будет здесь здесь будет потому что нанотехнологии уже сегодня позволяют управлять сознанием это подчинение все идет к подчинению и исполнится то в откровениях никто не сможет ни покупать ни продавать ни богатый ни бедный без числа зверя вот это исполнится и оно идет к этому это будет к сожалению это так потому что откровение исполняется и мы будем близки уже к этому будут прикладывать вот так вот и считывать всю информацию и управлять ими люди не все понимают что они думают ну сначала кошелек туда да они говорят это борьба с преступностью это упростит много решит проблем это не будут очередей вы не будете терять пластиковую карту все будет здесь вшито у вас вы только прикладите приложите конечно они о сбоях компьютерных не говорят что если компьютер вдруг даст сбои что-то будет что будет с этими людьми об этом не говорят ну ладно упустим этот момент оно и сейчас бывает в сбоях терминалах люди не могут деньги снять оно сейчас бывает часто такие сбои бывают а тут представьте вся информация вшита у вас не паспорта ничего она здесь вшита и компьютер дал сбой энергии нету а у вас не паспорта ничего вы ничто вы цифра понимаете и вот здесь будет мало того что вот это все финансовая часть да а кто не кто не вшет сюда все вшют знаете когда в откровениях бог говорит что каждый кто призовет имя мое спасен будет а будет система сделана так что даже имя его будет тяжело признать призвать почему потому что никто не откажется от финансов все вошьют этот чип сюда все ему детей кормить ему за квартиру платить ему то ему все а как он проживет он ваш все вошьют чип сюда все будут с чипом ходить я показываю на левую но это будет на правой вот поэтому все будут и там сказано даже призвать имя господне не будет сил так система будет устроена казалось ну что вот я призову я буду сейчас грешить я призову имя я буду спасен ага не будешь ты даже не сможешь призвать имя настолько будет сложно настолько система изменится и люди будут под влиянием я не договорил я сам радиоинженер я знаю о чем я говорю я я создавал радиостанции я создавал приемные системы я знаю все это я радиоинженер я все компоненты знаю микросхемы транзисторы и прочее это будет драйвера здесь будут стоять драйвера драйвера которые управляют знанием и они будут сон крутить знаете мечты сбываться будут у людей они будут кино крутить людям все хорошо все благо чтобы не трепыхались люди ублажать людей будут таким возмущается тебя отключат и отключили даже могут умертвить тебя могут отключить от финансовой системы от без финансов ты ничего ты не сядешь транспорта не купишь еду ты не оплачешь счета ты никто ты на улице сразу ты сразу бомж тебя отключат от системы бомж не считая того что это будет управление сознанием оно уже есть оно уже есть это управление сознанием это драйвера здесь будут связь с мозгом и через эти драйвера будут воздействовать на мозг крутить кино здесь будут вот так это будет и это будет потому что это в откровениях записано и сказано в конце что никто не вырвет ни одного буквы от этого все исполнится к этому уже все детишек уже приучают вот так и такой я последнюю информацию это читал это уже есть и показывали ролик в интернете это есть показывали уже ролик как дети прикладывают эти ладони и это по центральному телевидению было показано и ратуют за то чтобы везде в школах установили эти терминалы везде везде но это первая необходимость везде вложить такие деньги чтобы люди через дети через ладошечку расплачивались за обед на самом деле это называется дрессировка детишек чтобы они это воспринимали спокойно потому что взрослых сейчас не затащат они знают вас не затащат чтобы туда чип и через ладошечку где-то там как-то не затащат взрослых людей часть людей взрослых не затащат с бунт будет они с детишек начали приучают детишек а что детишки я с детства так вот я с детства вот так делал что тут такого-то не страшно все нормально вот все туда идет все к этому идет тотальный контроль фашистская власть все человек не предоставлен сам себе через драйвер в руке он будет управляем системами это уже отрабатывается это уже все есть вот так и мы никуда от этого не денемся это будет гонение будет гонение 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 я даже как-то мне дух был я даже понял что придет время когда-то когда-то оно придет оно не так давно не так уже далеко. Когда объявят любую религиозную систему, любую, не только вас, любую вообще, мусульман, христиан, любую, как социально опасную систему, это придёт время. Будут гонения на всех, кто стремится к Богу. На всех, абсолютно. Это будет близко, когда уже система будет заменяться на электронику. Будут как опасные для социальной системы элементы. Это любое религиозное проявление. Отрыв от Бога, оторвать. Они будут преследоваться, эти люди. Вот так вот. Тогда пойдёт начало. Когда это произойдёт, когда все религиозные системы объявятся террористическими, это продолжение, когда ввели терроризм, понятие терроризм массово. Это для этого ввели. И все религиозные системы объявятся как террористические, как вредоносные. Потому что они сейчас сталкивают, они занимаются чем? Столкновением религиозных систем. Православных, с мусульманами, с другими. Сталкивают, сталкивают, сталкивают. Чтобы потом сказать, видите, они опасны. Они опасны. И их надо убрать. Почему? Потому что связь с Богом. Оторвать людей от Бога. Вот так. Это грядёт, это будет. А потом наступит электронная эра. Когда всё будет в электронике. Нам, к сожалению, все, кто читал и верит в Писание, откровение, сказано, что до буквы всё исполнится, нам не избежать этого, к сожалению. мы должны, конечно, делать как бы шаги противостояния, но всё исполнится. Вот так. Грустно, конечно, но так. К этому надо как-то готовить себя. А про тех волков, которые вы там говорили, конечно, ярко всё это. И это правильно, потому что это крайние слова, которые, а по-другому никаких не назовёшь. Как вы сказали, кладбище там. Вот. Про них. Оно так. Оно так. Это не высказали. Это даже не высказали. Я читал это давно. Что придут времена... Знаете как? Я читал, я открыл книгу пророчеств отеческую. Братья вопрошали, как будут жить люди? Астарис говорил, люди будут монахи будут жить как сейчас миряне живут. А люди будут жить как свиньи. И церковь не будет спасать. Не то, что будет спасать, но даже вергать в больший грех. Это было пророчество, прозвучало более ста лет назад. Я не помню, кто это сейчас. Я не помню. Потому что это... Я святоотеческую книгу эту открыл лет больше 15 назад. Я сейчас не помню автора. Я думаю, люди читали, они могут вспомнить, кто это. Вот. разбежатся овцы. Овцы этой пастве разбегутся. И будет спасен сам каждый. Это же сказал не я, это же сказал уже не святоотечество, это говорит Библия. Это говорит Евангелие в Новом Завете, что разбегутся все, и будут как овцы. Каждому будет дано в сердце знать. И не нужен будет тот, кто скажет Бог там или там. Каждый будет знать где Бог здесь в сердце. Это сказано в бытие, да? Не, не в деяниях. Это же в деяниях сказано, да? Это взято из пророчеств. Из пророчеств взято, да. Каждому будет вложено сердце. И не будет нужный, чтобы кто-то учил другого. А Дух откроет каждому. Да, Дух откроет каждому. Поэтому люди разбегутся с этой паства. И будут спасаемы каждый сам по себе. К сожалению, так. И это будут сложные времена, конечно. Вот. Вот где-то так. Ну, вы мне ответили на мой вопрос, что, в принципе, Дух Божий всегда с нами, и мы руководимы Духом Божьим. И Бог знает. Прежде, чем мы начнем просить что-то, него он уже знает. Наверное, так. Да. Прежде вашего прошения он знает, да. так вот. А я некрещеный погружением. Я некрещеный погружением. мне бы хотелось. Ну, можете приехать, я вам сейчас маршрутку скину, и вы приедете на 10 июля. Можно. на 10 июля. Родители меня назвали Сергеем. Я был шестым ребёнком в семье, не до меня было. Когда пошли оформлять свидетельство о рождении, там такое окошечко было, они потом мне рассказывали это всё. Мы в окошечко сказали «Сергей», а там сидела старая еврейка, как они там сказали мне, так, их слова, какая-то старая еврейка. И она написала моё имя. Они не прочитали, закрыли. Я же шестой уже, куда им там уже, да? Очередной. И пошли домой. И спустя некоторое время, большое уже время, пока не коснулся вопрос моего свидетельства, это уже много времени прошло, вдруг оказалось, что у них ребёнок-то не Сергей, а Семён. Вот так вот. Поэтому я 18 лет был в школе Сергеем, а потом пошёл в новую жизнь. под новым именем, некрещённым, Семён. И я пытался изменить это имя, мне не нравилось. Я ходил по инстанциям, а мне сказали, а я был за границей тогда, служил, мне сказали, ФСБ не пропустит это, чтобы изменить имя. Я просил многих чиновников, командира, ну, какой я Семён? Я говорю, я Сергей, это мой был разум, моё разумение. И только потом я понял, что это Божья воля была, что так надо было. сначала пожить под одним именем, а потом уйти и жить под другим именем. Ну, типа, Бог назвал меня, как мы сейчас говорили, духом. Сказали Сергея, написали Семён. Вот так. В школе все знали Сергея меня. Я Сергея, Сергея, Сергея. А сейчас, говорю, какой Сергей? Ты кто? Я говорю, Семён. Какой Семён? Часть до сих пор говорит мне Сергей. Я уже чувствую, что я Семён по-настоящему. Я принял это. Семён Михайлович Будённый был. Вот. Ну, я не крещённый. Вот так вот. Поэтому хотелось бы, наверное, всё-таки окреститься. Хорошо. Я вам скину. Вопросов никаких? Нет, спасибо. Всё, что сказали о том, как будет оживлять, я полностью согласен. А там много написано у Юрия Воробьёвского. Православной литературе очень много об этом говорится. Я не читал, я это знаю. Это моё, как бы, моё видение. И у нас на форуме, на нашем форуме, там очень много на это написано. Это тут болит о чём. Всё и так ясно. Всего хорошего. До свидания. Спасибо вам. Спасибо, Господь, вас. Спасибо, Господь. До свидания. Всё. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...